Маша и Бака Николаев, после матча пресс-конференция. Защитник Бака Николаев Маракселевича и главный фейнер Агрис Дубановский. Что могу сказать? Плохо сыграли, не подбрали свой счет. Они выиграли, не знаю, по-моему, 12 или сколько там подборов. Из 17 на нашем счете, это, я думаю, была самая большая проблема нам. Не могли защититься на счет центров, не могли удержать их. И это было наше проблема, я думаю. Одним из козырей Николаева привычный трехочковый бросок является сегодня. Не пошло или все-таки на периметре в Воронеже Азумаш сыграл, так как он должен был сыграть, что он постановит? Она хорошая команда, хорошие игроки. Сегодня бросали, сегодня не попали. Но так бывает. Не можно в каждую игру попасть высоким процентом. Ничего делать. По вашему мнению, чего не хватило сегодня, кроме подбора? Особенно в первой половине, когда у команды вообще не получалось играм нападения. 29-29, а вот две четверти. Чего не хватало еще? Ну, хорошо. 29-29, но мы тоже пропускали только 29-29. Я думаю, играли хорошо в защите. Второй половине не так хорошо сыграли. И не играли как команда в защите. Я думаю, не помогли и большими. На счет подборов. Потому что нам только сейчас большие и маленькие. Ну, молодые только. И поэтому, я думаю, это была основная проблема нам. На матч с Донецком силы остались? Ну, конечно. Команда продолжает бороться за плей. Конечно. Нам сейчас каждая победа очень важна. И будем ехать на Донецк. И постараемся выиграть, конечно. Спасибо. В такой игре, если Мариуполь берет 17 подборов, у нас его счета очень трудно выиграть. Тогда должен быть очень высокий процент сыгры, чтобы бороться с этими подборами. А так что, то, что вы замечали за первый период 29 очков, мы промазали. На первой половине 15 двухочковых бросков. Из этих 2 или 3 были средних, остальные из-под кольца. Это, в принципе, концентрация до конца, когда завершается бросок. Столько бросков из-под кольца мимо. Это очень плохой показатель. И это сказалось на игре потом. И в первой половине тоже наши замечали шутеры. Леша Ануфрио бросил. Один попал, потом все промазал. Свободные броски, которые должны тоже где-то решать исход хотя бы первой половины. Это тоже мешало. Если наш лучший бросающий Леха бросает 9-2 с игры, это тоже показывает на наши слова... То, что у нас только 69 очков. Хотя бы 78 очков пропустили. Это не так уж плохо. Защита какая-то была. И то, что не справлялись с большим, это ясно. Они побольше, помощнее. Но команда не умеет играть по скаутингу, не умеет то, что мы готовили. Не умеет, особенно один на один в игре, не понимает, где правая рука и где левая рука. Но это больше молодые игроки, которые не понимают, что натяжка все свои броски. 99% завершает правой рукой и он открывает ему правую руку. Но это опыт. И то же самое. Кушниров 12 минут 5 фолов. Больших не хватает. У Кэджио нет такой пригучести и мощи. Так что это сказывается на подборах тоже. Молодой этот циколюк борется, но тоже опыт. И в принципе скаутинг подвел. Скаутинг хороший, но подвел. Как мы выполняем этот скаутинг? Особенно один на один. Не были готовы молодые игроки, да, вы говорите, чтобы играть на этом уровне. А какой-то еще резерв молодых игроков есть у Николаева? Ну то, что в дубль выделили столько резервов, больше у нас резервов никакого нет. Сколько у нас есть игроков, с тем и играем. Конечно, они учатся. Это все равно каждая минута для этих молодых игроков очень важна. И на площадке в Суперлиге это огромный опыт для них. Но только опыт одно, а победа другое совсем. А Бристал очень не хватает команде. Внутренне резервы, естественно, будете компенсировать эту утрату, да? Ну да, я команде говорил, надо всем не только одному бороться за мячами, а просто всем идти за подбор и брать вместе, не бежать на быстрый прорыв. Может быть, выбрать хотя бы такую стратегию. Пять идут по кольцу и берут эти подборы. Так что здесь проблемы у нас есть, конечно. Много промахов сегодня, много очков потеряли с тем, что не реализовывали штрафные броски. Это вопрос психологии игроков? Ну, трудно сказать, может и психологии. Просто я уже весь сезон мучаюсь с этими штрафными бросками. Если бы мы сегодня проиграли девять чешков и промазали девять штрафных, обидно. Ну и такие игроки, которые должны забивать, мажут, мажут. Но не знаю, психология, физика, там все вместе, я думаю. Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok